Поменяться местами с воспитанниками предложили руководителям реабилитационных центров Архангельской области. Такую программу организовали сотрудники Северодвинского центра «Солнышко». Ему исполнилось 15 лет. Потопить корабли противника, достать пиратские сокровища, сплести косичку быстрее соперника. Такие подвижные игры для детей не застали врасплох и взрослых. Фреш-квест погрузил их в атмосферу радости и беззаботного детства. Педагоги с удовольствием участвовали в тренингах на сплочение, психологических гаданиях, пили кислородные коктейли и изготавливали поздравительные открытки. Это настолько здорово, интересно, весело, что не только детям, я думаю, интересны такие мероприятия, но и взрослым, которые общаются с детьми. Потому что все детские игры, все детские забавы также интересны и их педагогам. В мероприятии приняли участие руководители социально-реабилитационных центров со всей Архангельской области. Они приехали, чтобы поздравить с юбилеем коллектив одного из первых центров – «Солнышко». Его история началась 9 апреля 2002 года с отделения круглосуточного пребывания для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Да, сейчас мы сотрудничаем на таких направлениях, как семейное примирение, работа с родителями, школа родительского мастерства у нас работает, круглосуточный стационар, подростковый клуб у нас, клуб многодетных семей работает, то есть много-много-много направлений. Празднование продолжилось во дворце молодежи «Строитель». На сцену вышли как сотрудники центра, так и их воспитанники. Начался концерт с исполнения неофициального гимна «Солнышко» – «Песни твоё тепло». Лучшим педагогам вручили почетные грамоты и благодарственные письма от руководства города и области. Один из наиболее зрелищных номеров – «Красочное лазерное шоу». В нем показали особенности работы центра. Александр Петровский, Семен Самигулин, «Вестник Северодвинский».